Да, да, да. Ну, надо сказать, что в университете этот форум уже регулярно проводится, и на моей памяти я вот с 2008 года каждый год практически вся программа форума проходит в залах, аудиториях Академического университета. Что это такое? Ну, прежде всего, надо сказать, что Академический университет, ректором которого является Маглевский буряр. Мне кажется, все меня здесь присутствующие, ну, во всяком случае, полезную группу поддержат, что я могу сказать о себе, что я думаю, что мне очень крупно повезло жить в одно время с этим человеком и уж тем более работать рядом и помогать, в общем-то, в непростом деле. И я попытаюсь объяснить, почему это непростое дело. Академический университет – это уникальное учреждение, оно со всех сторон. Первое – в структуре Академии наук, в цели которой не входит образование, входит университет. Единственная строка Академии наук за образование – это Академический университет. Санкт-Петербургский Академический университет-Научно-образовательный центр нанотехнологии Российской Академии наук. Больше нет образовательных учреждений. Основной целью этого университета, как его задумывал Джин Саванович и как, в общем-то, происходит сейчас, это образование научных работников. Собственно говоря, это оплот для образовательной деятельности, начиная с магистратуры. Исходная идея шла от специализированной школы физико-технического института, где, в общем-то, ученые еще в советский период времени, Ж.С. Иванович, из-подвижники, задумывались о том, что кто будет приходить, что ребят, которые еще учатся в школе, таланты, благодарен, нужно готовить и, грубо говоря, помогать им осваиваться в науке, уже, можно сказать, со школьной стремией. Это была создана физико-техническая школа при физико-техническом институте Йоффе. И в последующем, на этой базе, скажем так, на этом фундаменте, в 2002 году, по странам, индуститивно, хотя, на самом деле, это долгая история, Ж.С. очень любит, наверное, вы ее слышали, рассказывать о том, как появилось, благодаря приезду Черномыргина и его желание получить члена, члена, ну, Ж.С. Ивановича в качестве члена в НашДом России, как появилась вот эта вот первая плацда, постановление правительства о создании академического университета, так, чтобы каждый следующий, скажем так, каждый следующий ступень, ребята, да, там, и студенты, могли учить школьников, а студентов могли учить аспирантов, и так, чтобы у вас создалось преемственность, можно сказать, что это школьные стремии до академиков. Трудность академического университета заключается в следующем основном, что, будучи между двух полюсов, Министерством Академии и Министерством образования и науки, всегда, и Академией наук, желая отстаивать возможность создания собственных образовательных программ, под требованиями веяния, под наука постоянно развиваются, постоянно появляются новые области, которые не входят подчас в вот эти вот единственные рамки государственных образовательных стандартов, собственно говоря, а уж тем более для Академии наук, которая должна идти во фронте. В общем-то, ну, очень вот, если вы заметите, с 2002 года первый статус федерального государственного образования получен был только в 2006 году, несмотря на постановление правительства. Это значит, это происходило по следующим причинам. Нужно получить лицензию на образовательную деятельность. Образовательное, это в Министерство образования. Вы приходите сюда, и мы тогда вам будем платить. Ну, скажем так, бюджетно-образовательную деятельность. Нет, нам нужно быть в Академии наук для того, чтобы быть свободными в том, какие программы нам создавать и по каким программам нам учить ребят. И, собственно говоря, вот это перетягивание. Ну, уж не говоря о том, что в Академии наук это тоже народное дело. Зачем нам образование, у нас наука, и, в общем-то, все происходит через такие темы. Но, тем не менее, бюджетное финансирование на месяц университета на первое и начало получено было в 2006 году составляло на 5 миллионов рублей. Надо сказать, что до сих пор бюджетное образование – это мизерная часть. Я вам покажу слайды. Это очень мизерная часть. И надо сказать, что Жарс Иванович, как человек, придерживающийся взглядов социальной справедливости, все руководство у нас по университете, так как у нас преподают, собственно говоря, научные сотрудники, которые в том центре, а все руководство, как минимум, образовательные образовательные деятельности и руководство университета не получают зарплату на это по совместительству. Итак, вот начало аспирантской подготовки, магистрской подготовки в Аспирантской СРА, магистрская 2008 года. Таким образом, в 2009-2010 году произошло объединение всех основных действующих лиц и физико-технической школы, и Академического университета, ведущего образовательные программы, и научный центр. Все введены были под одним громоздким названием, но тем не менее общее название Академический университет, научно-образовательный центр. Таким образом, вот этого триединства школьного, магио-студенческого и аспирантского образования, оно было введено. Надо сказать, что в структуру университета, да, ну это открытие, в структуру университета входит в качестве, ну так как мы не ведем бакалаврской подготовки, входит физико-технический факультет, теперь это уже называется факультет физики и нанотехнологий, после реструктуризации, заявленной реструктуризации Политехнического университета, как успешный источник бакалавра для университета, который начинает магистрскую подготовку. Учитывая то, что деканом физико-технического факультета является тоже Жерас Иванович, в общем-то, тут можно сказать, у нас полностью закрытая линия подготовки. Ну я буду говорить в большей степени о науке, хотя сейчас здесь на слайде показаны пять на самом деле, но на самом деле у нас шесть лабораторий. И если вы видите, что в заведующей лаборатории по преимуществу являются члены Академии. Лаборатория возобновляемых источников энергии, наноэлектроники, нанофатроники, нанобиотехнологии и физики наностройства. Это заключено в названии, то есть Коммунического университета, который занимается разработками в области нанотехнологии, направления, которое сейчас очень сильно на слуху. Ну и вот Центр высшего образования. Я так передаю краткую страху. Мы маленький университет, но основное, скажем так, но каждый из аспирантов и магистрантов здесь, а уж не говоря о ребятах в лицее, ну в общем-то это талант и уникальная личность. Собственно говоря, цель этого все-таки готовить, ну скажем так, кадры наивысшей квалификации в области науки. То есть они... Штучный талант, да? Штучный талант. Со школьной скамьи, ну, грубо говоря, вот даже у меня в лаборатории, которая возобновляет, с 10-11 класса ребята уже делают дипломные работы, которые... сразу к магистрантам, и уже входят в науку, они уже публикуются, они, ну, в случае, если получают результаты. И это обычная практика. То есть ребята со школьной скамьи приходят в лаборатории, им делается обзор, показывается, что делается. И после этого они уже по желаниям, они распределяются в лабораториях, то есть это нет никакой совершенно... никакой обязаловки, только по желанию. И раз в год проходят сахаровские чтения. Опять же у нас в университете, это, может быть, уже международные сахаровские чтения, олимпиады, где ребята со всех, в общем-то, городов съезжаются, результаты которых зачитываются в качестве вступительных экзаменов. Но тем не менее, вот, по направлению физики, биологии, химии ребята докладывают, и, в общем-то, очень на высоком уровне, и, наверное, даже превосходящим аспиранством. Итак, на базе университета работает и лекторий, где тоже идея Жирос Ивановича. Лектория уже полнолись 11 лет, лектория университета, ну, скажем так, уже 11 лекций было Жирос Ивановича, но Жирос Иванович приглашает выдающихся рюлей, лектория так называется, наука и культура первого века, как в области науки, так и в области культуры, общественной жизни, общественно-политической жизни. Ну, недавно Евгений Максимович примаков делал новый доклад, очень интересный, о мировой политике, в том числе арабских, ситуации с арабскими странами. Ну, можно сказать, да, и на этом лектории наиболее интересные вопросы, как правило, задают дети, потому что лектория открыт для всех, для школьников, для студентов, для научных сотрудников, для всех, кто приходит на это. Иногда забей полностью залог, потому что информация о том же Никите Михалкове распространяется, помимо нашего желания, ну, не помимо, но, в общем-то, сидят, проходят. Не следите. Как-то я опоздала, это пять минут. Уже не бесит. У меня где было сеть, да? Ну, я еще скажу пару таких общих слов, да, потому что там достаточно длинные, то есть, если будет интересно, чем конкретно мы занимаемся, я просто закладываю. Ну, вот, я думаю, что в нашем университете в Чилинике самая большая концентрация членов Академии и членов-корреспондентов, докторов наук и, в общем-то, надо сказать, что вот то, что, может быть, вы слышали недавно по поводу того, почему закрывали новосибирские физико-математические школы, да, потому что там нет ни речи, блогопедов, потому что по нашим государственным законам, по нашим законам, да, интернаты приравниваются для слабоумных, ну, в смысле, сделаны для слабоумных, а не для одаренных. И, в общем-то, как бы их обязали, обязали уволить профессоров и докторов, которые преподаватели детям, преподаватели детям, потому что, ну, в общем-то, это не ходит в наши стандарты. Так вот, у нас тоже доктора и наука иногда преподает детям, и мы считаем, что это достоинство, а не недостаток. Ну, вот, спасибо. Я пока остановлюсь здесь, хочу, не удавляйся. Спасибо, да, спасибо, Михаил Владимирович. Ну что, ребята, вопросы?